На прошлой неделе ряды российской армии пополнились молодыми казачатами. Представители казачьего общества Славянского района проводили новобранцев на службу в казачью часть. На проводах побывали и наши корреспонденты. Эти молодые ребята только вступают на нелегкий путь армейской жизни. Все они представители казачьих обществ, воспитывались в казачьих семьях, учились в казачьих классах. А самое главное, каждый из них знает о зы воинской подготовке. Почти все из них побывали на военно-полевых сборах таманской казачьей дивизии, которые проводили казачье общество на базе казачьих лагерей Абинского района. Ребята там проходили азы воинской науки, учились стрелять, разбирать, собирать оружие. И самое главное, учились в воинской дисциплине. И мы, казаки, надеемся, что это им поможет в прохождении действительной службы. Первый советник атамана славянского казачьего общества Виктор Власов в этот день провожал своего внука. Он считает, что отдать долг родине – обязанность каждого мужчины. Все мы защищали честь родины. И я думаю, он достойно так же будет служить, как и его родственники. Для Максима Власова очень важно продолжать казачьи семейные традиции. Поэтому он очень рад, что идет служить родине. Город пойти служить вооруженной силой Российской Федерации, идти по стопам деда и продолжать семейную традицию. Провожая казаков, Юрий Емельянов дал напутствие новобранцам – возрождать казачьи традиции воинской части, где предстоит служить казакам. Стремиться продолжать славные героические традиции старших поколений – казаков-наставников. Самое главное, отметил Юрий Александрович, всегда и во всем помогать друг другу. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко, программа «События». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА